Вот это вот поведение Трампа напоминает во многом поведение Гитлера перед нападением на Советский Союз, его речь перед генералами, когда он объяснял мотивы нападения на Советский Союз, что мы сейчас должны вот прийти сюда к этому ужасу, чтобы ужас не пришел к нам. А все эти разговоры про демократию, про гуманизм, про новую эпоху, про права человека, это все просто чушь, это просто прикрытие. Не могут президенты, играя в твиттер, решать судьбы народов и запугивать миллиарды людей. Здравствуйте, это Максим Шевченко. Весь мир сегодня обсуждает твиттер мировую войну, которую президент Трамп развязал в 4 твита и в 4 же твита закрыл, создав абсолютно противоречивую версию и самого себя, и американской политики, и того, что он хочет в отношениях с Россией. Мир сначала задрожал, потом мир перестал дрожать, потом выяснилось, что в 3 твите, что во всем виноваты демократы, которые поссорили Трампа с Россией, и никакие ракеты он забивать не собирается. В 4 твите, что он никогда и не говорил, оказывается, про то, что он собирается забивать ракеты, но ракеты все равно могут полететь. Такое ощущение, что переписываются дети. Вот вопрос, или нам всерьез не воспринимать все эти твиты и балуется президент. Вот как мы себе представляем, вот он овальный кабинет, где такие четырехзвездочные генералы, там всякие советники, как в карточном домике. Помните, когда там за спиной стоят, там господин президент, надо встретиться с лидером Китая, надо встретиться с Путиным и так далее. А теперь они все стоят и, высунув язык, подсказывают ему, напиши, напиши еще вот сейчас, что ракеты никогда не полетят. Где вы с вашими умными ракетами? И высунув язык, Трамп печатает по клавишам своего компьютера. То есть, две версии. Либо это пародия на политику, потому что высказывание в политике раньше было ключевой такой ситуации. Конечно, один мой товарищ обратил внимание на то, что вот это вот поведение Трампа напоминает во многом поведение Гитлера перед нападением на Советский Союз. Его речь перед генералами, когда он объяснял мотивы нападения на Советский Союз. Что мы сейчас должны вот прийти сюда, к этому ужасу, чтобы ужас не пришел к нам. Гитлер описывал советскую ситуацию, как, естественно, господство жидо-большевиков, тирании, скифов, мгунов, атилу и так далее. И представлял себя защитником Европы. Может быть, парадигма одна и та же, гитлеровская парадигма, она для Запада является универсальной. А все эти разговоры про демократию, про гуманизм, про новую эпоху, про права человека. Это все просто чушь, это просто прикрытие. А Запад приходил в себя после того, как получил по морде от Советской Армии в 1945 году. И когда Западная Европа, колыбель экспансии, агрессии, уничтожения человечества, принесшая миру несколько мировых войн и уничтожившая десятки, может быть, даже больше миллионов человек за 20 век, сидела и тихонечко отмокала. А сейчас Запад опять обретает черты Гитлера и черты агрессии. И опять слова и популизм, как и в гитлеровскую эпоху, становятся главным фактором политики. Когда можно растоптать любой договор, любое соглашение, объявить ничего не значащими бумажками. Когда можно, как нацисты в Гляевице, где они, напомню, переодев в польскую форму заключенных, приказали им штурмовать радиостанцию на территории Германии, чтобы дало им повод для нападения на Польшу. Или поджечь Рейхстаг, объявить в этом голландского коммуниста, полусумасшедшего, чтобы прийти к власти. И так далее, и так далее, и так далее. Может провокация, может быть безответственный популизм. И есть суть западной политики. И, конечно же, это говорит о том, что народы мира, вот мы все десятки, несколько миллиардов человек, живущих на земле, никак не влияем на перспективы своей жизни или смерти. С нами не согласовывают ни начало войны, с нами не согласовывают удары, возможно, ракетные или авиационные удары. Нас предопределяют в роль таких больших жертвенных животных, которые должны будут под влиянием телевидения или под влиянием чего-то еще идти и умирать за интересы больших господ. Трампа, который будет летать в самолете судного дня между небом и землей, или сидеть в бункере еще кого-то, понимаете, еще кого-то, еще кого-то. Они играют в эти свои игры, они запугивают человечество, они там решают свои проблемы, отношения с демократами или еще с кем-то, или с нефтяными потоками, а расплачиваемся по счетам мы. Вам не кажется, что этот мир, в котором, возможно, подобная твиттер-экспансия, твиттер-война, как бы она ни казалась смешной, что этот мир чудовищен и что он не может продолжаться в том виде, в каком он сейчас существует. Мы на пороге агонии этого мира, либо мы смиримся с тем, что наша судьба зависит уже даже не от дипломатических нот, даже не от каких-то казус-белли там с заходами кораблей куда-то, а просто от твиттеров непонятно кем написанных, потому что в твиттере никогда не понятно, кто это пишет, несмотря на синюю галочку, которая там будет стоять в углу. Либо мы совершим такой переворот в истории, революцию, будем называть вещи своими именами, которые поставят ход мировой истории под контроль человечества. Мне кажется, что мы приближаемся к той черте, за которую же обратно нам хода не будет, поэтому для нас лично нет альтернативы мировой революции. Не могут президенты, играя в твиттер, решать судьбы народов и запугивать миллиарды людей. Мы им это должны не позволить. Как будем обсуждать в наших с вами стримах и в наших с вами видеороликах. Подписывайтесь на мой ютуб канал. Это был Максим Шевченко. Субтитры сделал DimaTorzok